Всем привет! Снова с вами GameDragon, а у нас сегодня воскресенье, а значит у нас новенькая на канале очередной обзорчик. И сегодня у нас приятное расслабление Dorf Romantic. Я долго не мог понять, как прочесть правильное название игры, пока не зашел в саму игру. У него разделено Dorf Romantic, я читал Dorfomantic, как я только не читал. В общем, как можете понять уже немножко из бэкграунда, это игра про плитки. То есть это вроде похоже на настольную игру, на катан и прочие вещи, но она немножечко другая. Тут у вас нету конкурентов, вы просто стройте как можно дольше. Если в настольных играх у вас есть ограниченное количество плиток, то здесь это немножко понятие растяжимое. Но давайте я расскажу уже в процессе. Давайте мы выберем новую игру. У нас есть классический творческий режим. Творческий режим еще пока не доступен, все еще в развитии. Ну, классический режим, идея такова. Вам продолжается игра до тех пор, пока не закончатся плитки. Вроде бы как в настольных играх. Выполняйте задания, ставьте новые рекорды, чтобы разблокировать новые особые плитки. И вот тут вот есть, кроется интересная штука. Если, допустим, в настольных играх вы, заканчивая область, получаете очки, то здесь, заканчивая область, вы получаете дополнительные плитки. То есть, вы как бы, создавая правильные комбинации, можете сами влиять на то, как долго будет идти ваша игра. У вас есть начальная плитка, луга. Значит, каждая плитка имеет шесть краев, да, шесть сторон. И эти шесть сторон, соответственно, начинают соприкасаться с друг другом. И эти шесть сторон, на них могут попадать разные, скажем так, части. Вот первая плитка, которая у нас с вами идет, это плитка с лесом и полями. Смотрите, у нас поле с этой стороны, с этой, с этой и с той, а лес с двух сторон. При этом написано вот здесь такая штучка 3+. То есть, это плитка, которая создает задания. Ну, по сути, квест, по большому счету. То есть, вы должны создать и замкнуть территорию, которой будет еще дополнительных три поля. Ну, давайте начать, будем ее начать, будем ставить. То есть, соответственно, к нашему первому тайтлу она ставится куда угодно, потому что наш тайл, он такой уникальный первый. Дальше вы должны себе оставить территорию, которая будет пристыковываться. То, что она стала фиолетовая, да, вот поле. Не обращайте внимания, вы будете расширять карту, и вы будете открывать новые биомы, ну, для разнообразия визуально вам будет. То есть, никакой разницы нет. Это не значит, что надо собрать три желтых поля, а три фиолетовых поля не работают. Нет, они все являются одними и теми же полями. Класснули. Дальше смотрим. У нас есть железная дорога, которая говорит о том, что еще три длинных железной дороги надо поставить, и будет замечательно. Ну, давайте плюнем ее вот здесь. Дальше. Город. Что-то нам сегодня как-то там прям сразу каждая плитка и каждый квест. Ну, давайте сделаем вот, например, город пойдет у нас, получается, в эту сторону и в эту. Вот видите, вверх и вправо, и влево вверх. Дальше. Вот у нас поля. Причем, смотрите, поля у нас будет только здесь и только здесь. Я вот только не помню. Да, между собой эти поля получаются разорванные будут, кажется. То есть, грубо говоря, здесь вот видите, три поля еще надо. Надо добавить два. А, нет, будет нормально. Два мы добавляем, как раз все, все нормально. Мне что-то казалось, что когда на плитке они разорваны, они получаются, разрывают как бы куски отдельные. Нет. Вот так ничего не работает. Вот так работает, видите? Но тогда у вас получается здесь можно будет пристыковать с этой, право вверх, лук. А с этой стороны, получается, вот от старого поля, можно пристыковать будет другое поле. Вот так. То есть, ну здесь лук. Я ставлю вот так, чтобы у меня была возможность и здесь пристыковать, и сюда пристыковать. Вот так. Далее у нас пришла... Ага, еще квестовая плитка пришла. Видите, тут и поля, и железная дорога. Давайте мы ее сделаем вот так и пойдем вниз. Здесь у нас еще железная дорога. Здесь вот поля ставим сюда. Здесь у нас поля и леса. Давайте вот к лесам приткнемся. Видите, я сейчас замкну и сработает, но у меня леса здесь. Вот так леса сработает. Видите, они так вот загорелись такой контурной подсветочкой. Можем сделать вот так, наверное. И пускай леса вот здесь у нас будут расти. Вот. Я дал. И вот здесь у меня, если обратили внимание, можете перемотать, добавилась плиточка. То есть, как видите, у меня было 40 плиток, стал 38. Но мы положили с вами раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Считать умеете. Было 33, стал 38. То есть, пять плиток закончили. Дальше. Дальше поле. И смотрите, тут кусочек железной дороги. Такой тупичок. Если вам надо, вы можете его, например, взять и вот здесь закрыть. И, кстати, железная дорога сработает. Давайте сделаем так. Почему нет? О, видите, плиток накидало нам сразу. 47. Далее. Город. Город вот сюда пристыковываем. Вы знаете, смотрите. Куда вы пристыковываете? Так. И 51. Река. Вот с реками мне не нравится. Я их не люблю. Они по-дурацки создают такие какие-то непонятные структуры. Мне не очень нравится. Так. Город еще на 6 плиток. Что интересно. Вы можете пристыковывать его к старым городам. Или к старым лесам, или к старым фермам. В зависимости от того, что попадется. И сразу получают. Видите, у нас уже 54 плитки. Дальше идет интереснее. Лес на 40. То есть, вам надо создать лес на 40 плиток. Почему здесь 25 еще добавляет? Вот я не очень понимаю. Возможно, это деревьев. Давайте посчитаем. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 16, 17, 18, 19. Да. Да. Похоже, это в количестве деревьев. Дело. То есть, не просто в лес. Но, если я так поставлю. Обратите внимание. Я себе замкну. Лес растить вверх я не смогу. Я смогу растить лес только вот сюда. Поэтому, возможно. Так как у нас здесь где-то тут река. А река здесь далеко. А давайте мы попробуем. Смотрите. Вот сейчас ничего не срабатывает. Но плитка вот здесь с лесом. И вот здесь с лесом будет. Вот так. А здесь река. То есть, вот сюда, если лес плюнул. Вот. Видите, лес сработал сразу. Там еще и город. Так. Плюс 8 останется. А давайте мы сделаем вот так. Вот так я сделаю. То есть, лес я сюда ставлю. Здесь река на 3. Вот 2. Вот тут лодочка даже поехала. Лодочка вам разблокируется, когда вы выполните определенные там квесты. Они как-то генерятся случайным образом. И вот сверху у вас, видите, есть задание. Каждый раз, иская, господи, проходя игру и выкладывая плитки, вы продолжаете накапливать определенный опыт, который потом переходит из игры в игру. Итак, у нас поля с лесом разделенные напополам. Видите, как интересно. Смотрите, здесь я сделаю и поля, и лес. Дальше. Луга. Луга не при делах. Давайте их сюда пыхнем. Здесь еще на 4. Здесь не могу. Могу сюда. Но я лучше сюда пойду. Так. Железная дорога на 7. Вот можем сюда сделать. Здесь мы ее замкнули, поэтому давайте ее сюда приткнем. Здесь у нас вот лес. Не особо 8. Смотрите, надо будет оставить только 2, видите. Добавить еще. Ну. Давайте я здесь замкну. А потом вот этой плиткой. Вот. Видите, я замкнул эти части. Единственное, у меня получится поле, можно будет только сюда поставить. Нет. Вот, да, и сюда еще можно. О, смотрите, здесь теперь поле ставлю. Ну, оно. Ну, зараза, срабатывает? 18. Ага. Значит, просто здесь не хватает. Значит, оно соединяется везде. Там вот, получается, в этой плитке лес будет, а в этой поля. Замечательно. Так, река. А вот теперь реку можно тут построить вот так. Так. Далее. Городочек. Городочек. Значит, там лес. Городок, видите, получается, у вас пробивает плитку насквозь. И по краям ничего особо интересного. Давайте попробуем. Можно карту поворачивать. Вот. Можно двигать. Можно поворачивать. Вам удобно. Можем вот сюда поставить. Только лес развернем этой стороной. И получается объем двух зайцев сразу. Так. Здесь у нас река. Ну. Черт ее знает, как ее делать. Не хочется так, честно говоря, замыкать себе. Потому что у нас там поля единственное место. Ну, давайте вот так сделаем. Может, здесь поля и лес расти начнем. Так. Дальше у нас и домики, и поля. Значит, здесь я себе ограничу. Здесь она не стыкует. А вот здесь стыкует. И получается, я выйду сюда полями и сюда полями. Здесь железная дорога опять пошла. Ой, домики. Ну, домики, видите, они вроде рядом, но они не стыкуются. Потому что у вот этой плитки, вот здесь край, он луга. Видите, вот он под домиками, такая коричневая. Здесь получается луга, луга, железная дорога. А здесь домики не стыкуются. Давайте попробуем вот так поставить. Значит, домики с рекой. Здесь вот домики сходятся. Но дальше я с этими домиками ничего, по-моему, не сделаю. Ну, ладно, оставим здесь так. Здесь у нас поля, луга. Давайте развернем так, чтобы максимум был нам выход сюда и сюда на луга. А здесь у нас домики и луга. Ну, не луга, а эти поля, простите. То есть, можно вот так поставить. То есть, бонусы вы от них никакого не получите. Очки у вас там ни с чем считаться не будут. Потому что здесь речь не про очки как таковые, а про длину игры, скажем так. То есть, чем дальше вы сможете поддерживать. Посмотрите, у нас 57 тайлов. 61. И у нас поля. Поля, поля, поля сюда. И останутся еще здесь возможность полей. Так, здесь железная дорога. Продолжаем. Видите, железная дорога здесь ставится только так. Либо надо думать, куда ее поставить другим образом. Чтобы она у нас сошлась. Можно, конечно, к лесу поставить. Тогда здесь продолжится лес расти. А здесь можно поля или домики. Так, есть обычный тайл. Видите, 10. То есть, можно пристыкать вот так 3. Или вот сюда его закончить. Здесь будет даже удобнее. Получится лодочка. И нам надо еще 3 реки. То есть, эта река вот сюда приставляется. Если она цельно остается, оно работает совершенно нормально. Ну, вот здесь домики, кстати, можно будет закончить неплохо. Вопрос, нужны они будут или нет. Это уже третий вопрос. Так, оно вот здесь, если здесь домики не получается, да. И лес не получается захватить. Зато здесь можно втулить, чтобы было красиво. Вот так. Здесь все равно мы уже ничего строить не будем. Так. Город на 30. Как своя игра. Смотрите, если я сейчас так поставлю, я заблокирую себе абсолютно практически все, кроме вот этой части. Но здесь железная дорога. То есть, найти тот тайл, который восстанет сюда, будет крайне нелегко. Здесь он, видите, не стыкуется. То есть, потому что, опять же, луга не сходится с домами. То есть, не хочется новый город растить, потому что растить его долго. Можно, конечно, вот так поставить. И тогда, если я сюда плитку заставлю, то есть, она сойдется и объединит этот кусочек города и этот. Но вот вопрос. Смогу ли я так? Не знаю. Вот так здесь тогда город будет у нас. Там, здесь луга, поля, поля, луга. Здесь мы на домике оставляли. Вот так давайте сделаем 6. О, смотрите, перфект. Я вот не знаю, за что это перфект пошло. Какой дает эффект этот перфект и за что. Но, тем не менее. Так, 3 полей и домики. Вот так вот я объединил целиком. Видите, плюс 20. Видимо, какое-то достижение. 31. Город на 31. И лес. Смотрите. Вот так могу, но здесь, опять же, себе закрою полностью лесом город. Сюда можно, конечно, попробовать поставить ее вот так, например. Объединяем плитку здесь и здесь. И можно будет что-то делать. Так, луг. Луг я сюда поставлю. Здесь железная дорога на 10. Видите, вот здесь есть проблема. Если я сейчас объединю здесь, ну, в смысле, поставлю, я не объединю город. И будет проблема. Но зато железная дорога. Давайте тогда железную дорогу выносить куда-нибудь. Вот у нас уже здесь одна есть. Здесь лес получается. А вот потом здесь замкнем, иногда бывают такие угловатые. Так, лесочек. Лесочек. Здесь у меня замкнутый лесочек, потому что железная дорога нужна. А вот мы лесочек можем сюда начать строить. Наверное. Да, пускай так будет. Можно приблизитесь. Надо вот, видите, все хорошо, но только здесь лес вместо домов. Вот если будут дома, будет туша надо. А вот здесь вот неплохо. Вот так. Это у нас такой длинный лес. Есть у нас где-нибудь длинный лес? Вот здесь надо, кстати, 40. А что я забыл? Давайте сделаем, чтобы выход был... Вот, вот так полностью блокируется. Вот если я так поставлю, он говорит, что все, больше ты не сможешь получить этот, выполнить квест. Поэтому давайте я поставлю, чтобы лес шел сюда и сюда. Здесь, конечно, плохо. Я себя очень сильно ограничил на самом деле. Вот так вот добавим сюда поля. А здесь вот поля с железной дорогой. Можем вот так сделать, потому что у нас здесь поля, может быть, будут. Далее, что у нас идет? Лес с домами. Так, смотрите, я, получается, объединяю, но домики себе закрываю. Так, нет, лучше я буду лес растить. Здесь будет у нас дикий лес. Смотрите. О, вот так хорошо. Вот так прям отлично. Далее. Здесь можно какие-нибудь домики, поля. Ага, вот так можно. Дальше. Река на 12, смотрите. Можем ее пустить вот сюда в лес. Смотрите, получается, заодно лес закроем. Вот, 49 плиток. И надо воду еще закрывать. Ну, воду закроем вот сейчас эту. Тут вот лес у нас. Давайте мы, наверное, вот так сделаем. Так, 53 плитки. Тема идет. Здесь, видите, я ни к чему пристыковать уже не могу. Здесь вот пристыковал. Какая-то будет. 29 город. Вот, отлично. Смотрите, я соединяю город. Вот, вот, правую часть и левую часть вот одной плиткой. И практически выполняю два квеста. Ну, тут один. Сейчас вот еще один с полями. Тут это говорит, что поле на 10. Вот, видите, этот говорит, что почему-то я не могу выполнить этот квест. И вот это для меня загадка. Иногда бывает такой треугольничек, как стрелка. Это говорит о том, что надо создать новое. То есть, вам нельзя пристыковать к предыдущим. Надо создавать новое. Но вот почему в данном случае оно крестом показывает, я не очень понимаю. Возможно, тоже надо создать новое. Черт ее знает. Видите, к этому горит вот 9. Не знаю, вот есть загадка для меня в некоторых правилах здесь. Ну, давайте попробуем туда строить. Эх ты, чуть-чуть. Давайте вот так. Здесь железная дорога. Видите, я сразу себя блокирую, потому что это единственный выход. А вот здесь, здесь город сюда должен пойти. Не хочу я. Давайте вот сюда ее продлим. Так, здесь у нас что? Река с домами опять, лесами. Куда бы ее приткнуть так для красоты? Ну, давайте вот так, к полям. Плюс 10. За что плюс здесь, непонятно. Здесь тоже домики на этой стороне. Видите, здесь вот как город вроде будет растить, пытаться. Так, и смотрите, тупик. Можем здесь... А, здесь не можем. Мы здесь можем тупик, но тогда мы себе заблокируем поля. А если так? Здесь поля не станут. Здесь станут, но они уже, видите, не будут считаться против этих девяти. Так, не будем себе блокировать. Ну, вот так пускаем будет, да? Здесь лес с домиками. Домики. Вот, и домики, и лес. Вот так сработали. Здесь на четыре. Отлично. Слушайте, у нас тут городок, получается, образовывается вдоль воды. Так, и тройничок. Водичка расходится. Можем посмотреть, хочу ли я ее где-нибудь здесь делать, на поля. Ну, не знаю. Как-то странно это выглядит, скажу честно. Здесь заблоченная получается вода. Здесь. Ну, глупо. Давайте здесь. Так, поля и домики. А-ля, и домики. А если сюда? Так, и домики, получается, смотрите, стыковались. И лесочек. Здесь у нас чистый лес с водой. Вот где-то тут у меня был лес с водой для красоты. Можно попробовать, да? Можем так растить. А можем... Нет, не хочу я туда выращивать воду. Это будет нехорошо. Давайте вот так будет. О! Вообще хорошо стало. Прям вот отлично. Так, лес на 99. Смотрите, вот сюда я его тыкаю. Будет со всех сторон. Здесь у нас вода. Воду мы пустим. Пускай сюда будет. О! Новая плитка. Я ее разлокировал, когда проходил первый раз или второй раз. Порт. Порт интересен. Ее можно тыкать в любом месте практически. Можно тыкать там, где воды нет. Можно тыкать, где вода есть. Удобная плитка. Ее можно вот, например, закрывать. Я не знаю, как он стыкуется там с городами. Стыкуется он с городами как-то или нет. Но, тем не менее, например, можем поставить... Черт, куда поставить, чтобы красиво было. Да вот сюда пускай. Здесь у нас город образуется. Порт будет здесь удобен. Так, луга, лес. Ну вот. Ну вот так пускай будет, да? Здесь опять поворот. Поворот. А давайте длинную реку такую пускать. Слушайте, получится красиво на самом деле. Медитативный процесс, но он очень приятен. Так, вот здесь можно, видите, вот так сделать. И здесь есть и домик. О, вообще прям вот шикардос. Смотрите, плюс тридцаточка получилось. Видите, я закрыл как бы кусочек. Так, луга. А луга вот точно здесь можно поставить. И плюс двадцать еще прилетело за красоту. Ну и теперь давайте деревья закрывать. Здесь объединяем. Смотрите. Посмотрим, с какой стороны у нас лук, с какой деревья. Чтобы я себе сам не замкнул. Вот так. Здесь теперь деревья вываливаю, чтобы дальше можно было растить. И здесь деревья к лугам. Я объединю их вот так, например. И здесь еще кусочек деревьев. Пойдем сюда. Закроем. Здесь оставим место для железной дороги. Луга деревья. Точнее, поля деревья. Вот хорошо сходится. Здесь городка нету, правда? О, смотрите. Это вообще отлично. Плюс сорок за большой кусок. Здесь можно вот так, чтобы подцепить еще эту плитку. Еще плюс тридцать пришло. Ну и городок. О, вот оно родное. Как хорошо идет. Смотрите. Здесь пошел лес. И река, река в лесу. Отлично. Железная дорога на одиннадцать. Зараза, сюда не становится. Но можно попробовать вот так, в надежде, что сюда что-то придет. Надежда, конечно, так себе. А вот это замкнуть можно. Отлично. Речечка. Река Руж. Кто знает шутку, тот оценит. Так, а это давайте вот сюда развернем. Но мы тогда заблокируем себе эту плитку. А, нет, не заблокируем. Нормально пойдет. Река на двадцать семь. Смотрите. А есть ли ее вот сюда? У нас тут много леса уже есть. И здесь у нас лес с деревьев. Вот, видите, то есть можно... Нет, это лочит. Лочит. Вот лес. Можно сюда, но мне нужен домик. Вот так. И здесь у нас получается, мы себе блочим городок. Да, только отсюда остановится выход. Нет, так не хочу. Мне нужно здесь... Даже непонятно. Так будет хорошо. Здесь ничего. А здесь вот... Ага, тогда он не стыкуется. Здесь у нас чистые луга, да? То есть, либо деревья, либо поля. Вот так хорошо будет. Здесь будет и деревья, и поля. Так, и этот на сорок девять домов. Зараза, смотрите. На пятнадцать плюсы у нас остается только здесь. Мы, естественно, отсюда не выгребем. Что-то придется новый город создавать. Давайте вот так развернем, чтобы вот сюда хотя бы можно было впихнуть. Так, железная дорога. Город, железная дорога. И здесь не получается. Здесь река еще ко всему же. Хорошо. Пускай вот так будет. Здесь луга. Луга, луга, луга. Это нехорошо. Здесь тоже неинтересно. Здесь ферма не прокатывает. Ладно, пускай так будет. Мало, но пускай. И закрываем железную дорогу здесь. Отлично. Сорок одна. Так, мы закончим играть, интересно, когда-нибудь или нет? Мы зафейлим. Смотрите, что здесь получается. Я могу поставить плиточку, которая позволит нам вывести город вот сюда, на эту клетку. Здесь будет поле, а здесь лук. Конечно, очень ограниченно себя даю. Или сюда. Давайте вот так сделаем. Здесь у нас какие-то луга, пускай так будет. Здесь у нас тоже какие-то подлески. Вот так будут. И здесь тупиковая ветка железной дороги и поля. Ой, красота, слушайте. Все, мы этот квест закроем с вами. Здесь домик, луга, поля и деревца. Да, и вообще вот прям шикарно. Здесь, правда, тоже тупик железной дороги. Где у нас тут река наша? Пускай вот так изгибается. И по прямой идет туда. Вот закончили этот квест с 39 плиток. И надо лес здесь достраивать дальше. Эту плитку закроем, будет лес еще один. Так, а здесь у нас паря моряка с домами, да? Вот неплохо сюда, если мы сюда планируем город растить. Здесь луг, но мы дом залочим, видите, сами себе. Здесь тоже я не хочу так закрывать. Видите, плюс один, но я вот туда остаюсь в завязке только на той части. Не хочу. Давайте пускай вот так будет, маленький городочек здесь. Так, леса. Смотрите, вот этой частью, видите, я объединяю леса, но тогда я здесь их отрублю. А здесь, вот если здесь будет шанс соединить еще через другую плиточку. Так, ну это туда пускай идет. Железная дорога. О, вот это хорошо, смотрите. Прямо вот железную дорогу закрываем и домики закрываем. Ура! И тогда у нас луг. Луг можно впихнуть сюда. Поля, вот у нас тут поля должны быть с вами. Здесь у нас городок. Вот, отлично. Смотрите, этот городок вылазит у нас. Всеми сторонами еще вылазит в эту плитку. Что замечательно, мы можем дальше растить город. Я сейчас плевать хотел на поля, я хочу растить городок. Так не работает, так работает. Так поле и город только сюда, да? Вот так город с двух сторон будет. Железная дорога с полями. Здесь тупик. И здесь пускай вот так будет. Все, и мы еще закончили железную дорогу. Слушайте, ну у нас 47 плиток. Это, по-моему, процесс бесконечный. Мои первые игры были вот такие, знаете, вот тут чуть-чуть настроил. Плитки закончились и на этом все, финал. Давайте попробуем добить. Разместите 500 плиток. У нас еще... А, еще дофига на самом деле плиток размещать. Инженер, постройте маршрут поезда, состоящий по меньшей мере из 15 железнодорожных путей. Видите, таких вот 11. Построил, надо добить еще 4 плитки и получу инженер номер 1. Это дадут нам какие-нибудь плитки. Сформируйте акваторию, состоящую по мере меньше из 40 плиток с водой. Мы с вами уже достаточно длинную сформировали, но надо еще... Еще 11. Так, вода. Продолжаем с водой. Где бы эту воду тут намкнуть? Ну, пускай вот так изгибается река. Здесь у нас город. Город, который подходит, смотрите, к лесу. Ага, там не то. То есть вот так город и тут получается... Ну, как-то странно. Нет, не лучшая плитка на самом деле для того местности. А вот здесь вот может быть... Ага, нет, здесь тоже не подходит. Тут я себе блокирую. Так, вот тут мы какой-то город пытались собрать. Смотрим дальше. Здесь тоже такие куски, видите, тут и лес, и поля. Надо выбирать, чего вы хотите больше. Давайте здесь лес будет. О, смотрите, вот какая-то плитка. И вот доходя до этих плиток, вы открываете какие-то новые штучки себе. То ли биомы, то ли еще что-то. Черт его знает. Не знаю. Будем смотреть, что мы там себе открываем. Ну, давайте. Давайте вот туда ее уведем. Так, лес и... Город. Вот это вот хорошо. Смотрите, и лес цепляем, и город продолжаем развивать. Шикарно. Я считаю, здесь дальше еще один город пошел. Который здесь не очень, на самом деле. Скажу вам честно, давайте вот этот город развивать будем. Тут у нас, получается, выход на эту плитку будет. Ну и по-другому никак. Ладно, пускай будет. Здесь поля. Поля продолжаем. Выход сюда здесь будет лес. О, 9+. Квест. Так, 36. Акватория. Давайте акваторию здесь будем формировать. Железная дорога где-то тут была. Подождите. Или нет? Вот это требует 4 еще. Поэтому сюда будем продлевать. Тут у нас квестовая штука. Так, и тут надо поле заканчивать. Смотрите. Выходим на поле. Закрываем квест. И опять 42 плитки. Так, хотим и лес сформировать здесь. Интересно. Если вот... Тут интересно. Это не лес, а какие-то домики. А если я вот... Я сейчас просто думаю, как сформировать так. Вот так, наверное. Чтобы потом туда приткнуться. Так, здесь 7 пошло. Вот. Здесь домики. И они состыкуются. Домики. А это один домик, да? А это два домика. Вот так. Здесь железная дорога. И домики. Только в обратную сторону, пожалуйста. Только, наверное, не сюда. А вот сюда. Здесь поля, луга и прочая радость жизни. Можем сокрыть здесь. Здесь теперь леса. Вот сюда пойдут. Здесь луга. Вот. Смотрите. Какой-то крутой город Королевский открыл. С фонтаном. Ему нужно 72. То есть это как начать. Типа столица. Называйте ее как хотите. И вот здесь как раз на 9 будет еще одна железная дорога. Ну, а мы продолжаем с вами строить леса. Perfect 60. Видите? Прям кому-то очень понравилось. За то, что мы такие леса сделали. Так. Ну, здесь какую-то дельту. Я не знаю, наплодить что ли. Даже не знаю, куда ее лучше наплодить. Наверное, куда-нибудь к открытой воде, чтобы она нам не мешалась сейчас. Пока. Здесь у нас поворот железной дороги. Закончить 37. И еще один порт. И вот порт мы можем построить, например, вот здесь. Чтобы закрыть эту часть. Чтобы она нам не мешалась. 268 деревьев в лесу надо. Смотрите. Видите? Эта часть не соединена с вот это. Если я пхлюхну ее сюда. Она у меня прям вся в лесах. Вообще получается шикарно. 40 плиток. В общем, следующее. 388. И вот стрелочка стоит. Но видите, он совершенно спокойно считает. Если я пристыковываю к текущим лесам без вопросов. Не знаю, как это работает. Вот эта стрелочка. Что она обозначает. И почему нельзя было здесь поля пристыковать. Чтобы оно засчиталось. Так. Это у нас городок. Видите, зараза. Он не цепляет здесь. Он либо этот город цепляет. Либо этот. Либо этот. То есть, вот так он цепляет вот эту часть построенную. Но не цепляет этот городок. Здесь у нас лес. Давайте попробуем вот так сделать. С этой стороны. А потом найдем, что вклеить сюда. А вот, кстати. А вот и хорошо. Вот и нашлась вклейка. Еще и поле могу построить. Замечательно. Вот, смотрите. Прям вот. Хорошо идем. 400 деревьев. Слушайте, лес на востоке. На западе, точнее. 93. Вот сюда. Здесь прям вот будет у нас лес лесистый. Здесь у нас будет, пускай, например, вот так. Поля. Здесь у нас. Вот так. Пущай. Здесь у нас нужно оставить поля. Здесь у нас будет домик. И здесь тоже лесок небольшой. Дальше поля здесь. Отлично. Здесь у нас можно поля вывести? Неизвестно. Здесь можно вывести 20. И перфик. Видите, у нас и поля в городе получились. И все прям шикарно. Так, это я на поля перейду. Не хочу здесь, кстати, заканчивать 29. Слушайте, мне кажется, это бесконечный процесс. И я этому рад на самом-то деле. В этом-то и смысл был. Чтобы процесс был максимум бесконечный. Так, железная дорога. Это сюда. Только с этой стороны город посадим. И здесь еще какое-то раздвоение полустанов. Пускай так будет. Так, городишко. А ну, посмотрим. Здесь у нас... Ну, срабатывает? Срабатывает. Все, тогда-то сюда его и ставим. Что там, господи? Долго-то думать. Так, вот здесь хорошо получается. Даже закрывает. И остается выход. Класс. Так, где-то луга надо закрыть к ферме. Не лучшая идея. Тут закрыть это себе, перегородить. Вот здесь можно закрыть. Вот. О, смотрите, как красиво получается. Так, а здесь заблокирован будет, да? Не лучшая идея. Хотя, вот тут, если, например... О, новый биом разблокирован. Смотрите, тундра. Получить. И это мы вот закончили ландшафтный дизайнер. Видите, казалось бы, 500 плиток там положить. Осталось инженер. Постройте маршрут поезда еще. И 76. Вот город на 76 этих самых домиков. Видите, я объединяю, а он весь загорается. 34 останется. Так, здесь у нас речка, речечка, река. А вот так оставим. Пускай будет... Ой, лес еще на 460 деревьев. Это мы сейчас быстро. Но у этого леса есть один недостаток. Он соприкасается с лугами. И может заблокировать. А мы вот его сюда вставим. Здесь все равно железная дорога. Так, город-сад. Это маленький город-сад. Здесь не цепляет. О, здесь цепляет город-сад. Отлично. 26-29. Здесь опять же поля. Поля, кстати, можно дальше пробить. Или сюда поставить. Слушайте, у нас огромные поля получились. Вот это все цельная территория полей. Но у нас остается 24 плитки. Все. Так что, может быть, скоро и закончим. Тут городок. Там будет деревья. Там плохо соприкасается это дело. Ладно. Вот так пускай будет. Здесь деревья. Деревья. Вот так можем здесь закончить. Так, ну и железную дорогу. Давайте. Тем более, здесь нас просят 8, 7 еще. Здесь продолжаем. Не очень мне хочется, на самом деле. Я бы сюда ее увел. Да, вот. Ура. Новая плитка разблокирована. Паровоз. Это за что мы получили инженер. И 19 плиток. Ну, по-моему, конец настаёт эры нашей игры. Так, река. Река вот здесь хорошо становится. Красиво. Плюс 20. Здесь у нас фермы и домики. Вот так пускай будет. Город на 75. Смотрите, он хорошо сюда пристыковывается, закрывая здесь ненужные плитки. Здесь прям вот он. Шикарно. Здесь луг. Луг, луг, луг. Луг, зюк, зюк. Вот. Да, вот так. Здесь у нас лес, который можно здесь заблокировать. Здесь поле, которое... Пускай продлится. Здесь теперь домики с лесами. Продолжаем домики. Это закроем здесь. Теперь здесь... Оно с домиками не соприкасается. Жалко. А как бы тут? Тут мы закрываем тоже. А что с домиками? А вот домики здесь хорошо становится. Еще лесочек маленький. Так, здесь луг. Луг с домиком. Есть у нас тут луг с домиком где-нибудь рядышком? Есть, но он закрывает две плитки. Нехорошо. А если вот так? А, жалко. Это вода. Ладно, где моя акватория? Эта территория зовется акватория. Так, и еще семь. Мы выполним квест. Нет, видите, зараза. Этот почему-то хочет, чтобы это было все по новой. Ведь он сюда не дает. Хочет, чтобы это было новое. Почему новое? Непонятно. Это не очень объяснено. Давайте поставим здесь. Может мы там что-то как-то достроим потом. Здесь лесок и домик. Не хочу я блокировать это дело. А вот здесь отлично получилось. Перфик. Здесь лес и домики. Здесь луга. Кома, даже кусочек сюда выполз. Здесь опять же большие леса. У нас, слушайте, уже далеко ездить. Так, только я посмотреть хочу. Будет у меня здесь выход на лес? Да, будет. Здесь тоже выход на лес. Ну и здесь домики. Последняя карта. Посмотрите, какой мы получили с вами интересный ландшафт. Но мы не закончим, да. Вот так. Игра окончена. Рекорд 6640 очков. Мой максимальный рекорд был 2500, по-моему. И вы можете попробовать еще раз. Вот этот ландшафт, который вы создали, ваша мини-страна. Наслаждайтесь. А с вами был GameDragon. Всем хорошее настроение. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова